Привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, почему я заблокировал свой аккаунт в Скайпе, а также расскажу о том, как относится у нас Центральный Банк Российской Федерации к деятельности форекс-дилеров на территории России. Начнем с того, почему я заблокировал свой аккаунт в Скайпе. Я его закрыл, он сейчас невидимый и, в общем-то, пользоваться им буду только при крайней какой-то необходимости. Во-первых, Скайп это, друзья мои, вообще прошлый век уже. Я не знаю, как-то не задаю в Скайп, там кроме спама нет вообще абсолютно ничего, и очень мало кто-то пишет по делу. Все нормальные люди уже давно забыли про Скайпу, кто-то еще там, кто в средневековье находится, еще пользуются WhatsApp, конечно, такие есть, но все нормальные люди давно сидят уже в Телеграме, это раз. Во-вторых, в последнее время огромное количество людей мне пишет о том, что в Скайпе создаются аккаунты, где люди пользуются моим именем, ставят мои фотографии, представляются мной, соответственно, от имени каких-то там компаний, предлагают куда-то там вложить деньги и так далее. Друзья мои, не верьте этому ничему, если вам кто-то в Скайпе пишет под моим именем, предлагает куда-то инвестировать денежные средства, или тем более, если вы уже куда-то инвестировали деньги, помните и знайте о том, что я к этому не имею ни малейшего отношения, и люди, которые вам пишут с аккаунтов под моим именем и с моими фотографиями, это мошенники, и по-другому их назвать никак нельзя. Я ничего с этим делать не буду, то есть это последствия, давайте так назовем, известности в теме финансовых рынков, с этим ничего ты не сделаешь, но будьте сами бдительны, я в Скайпе никому ничего не предлагаю, никому ничего не рассылаю, не предлагаю никуда инвестировать, в Скайпе меня вообще больше нет, вот нет меня в Скайпе и все, забудьте. Это раз. А второе, это вчера у нас, собственно, Эльвира Набиулина выступала в Государственной Думе, и ТАСС приводит ее цитату по поводу деятельности форекс-дилеров России. Эльвира Набиулина говорит, мы не готовы поддерживать повлечение наших граждан в торговлю разными валютами, мы считаем, что здесь много рисков, эта деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах, мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию, видим большой рост в последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность, меры, стимулирующие эту деятельность, не намерены предпринимать, и мы выступаем против того, чтобы делать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации. Собственно, друзья мои, хронологию событий я на всякий случай напомню, был принят закон о регулировании рынка форекс, теперь Центральный Банк Российской Федерации регулирует деятельность форекс-дилеров, так называемых, на территории России, и если некие форекс-дилеры хотят предоставлять форекс-услуги клиентам на территории России, то они должны получить российскую лицензию, заплатить 100 миллионов за эту лицензию, по сути, что в три раза больше, чем стоит лицензия фондового брокера, к примеру, и в конечном итоге Центральный Банк, которому поручено регулировать взаимоотношения форекс-дилеров и форекс-трейдеров, говорит о том, что мы вообще против этой темы, мы никак не будем ее развивать, мы понимаем, что там, безусловно, есть риски, вообще вопросов никаких нет, но мне кажется, что все-таки гражданам, наверное, нужно самим дать возможность решать, рисковать им или не рисковать, вкладывать им деньги или не вкладывать, и это не дело Центрального Банка решать, что хорошо, а что плохо. Задача Центрального Банка заключается в том, чтобы создать условия для того, чтобы гражданам было проще разобраться в сфере финансовых рынков. Задача Центрального Банка, в том числе, совместно с финансовым блоком правительства, это повышать финансовую грамотность населения, для того, чтобы люди не попадали в какие-то там пирамиды, типа форексные, да, какие-то форекс-компании, которые занимаются откровенным лохотроном и так далее. И в частности, Центральному Банку Российской Федерации надо еще посмотреть, кому они там дали лицензии, вот эти вот самые форекс-дилеров, потому что среди владельцев лицензии форекс-дилеров есть такие брокеры, которым вот надо за километр их просто стороной обходить, и вы их все прекрасно сами знаете. А потом еще Центробанк у нас заявляет, что ну, конечно, вся эта деятельность может вестись в офшорах, и мы с этим вроде как ничего не можем делать. А что вы тогда можете делать? Скажите мне, пожалуйста, экономику угробили, индустрии форекс-рынка в России угробили, в офшоре все можно делать, но вы ничего с кем поделать не можете. А что вы можете делать? Я вот, ну, не знаю, у меня нет слов, одни эмоции, да, хочется процитировать Сергея Лаврова, который однажды не выключил микрофон на пресс-конференции и высказался по поводу некоторых журналистов, вот, но в силу того, что я знаю, что нас смотрят и дети в том числе, не будем выражаться матом. На этом на сегодня все, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, давайте там бомбанем по поводу Эльвира Набиулина, Центробанка, форекс-дилеров, лицензированных в том числе форекс-дилеров там, да, и так далее. Поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал, здесь говорят правду, как говорит Алексей Навальный.